Мы сидели после Дня Победы с петеранами, беседовали, и они делились своими какими-то переживаниями и проговорились. В разговоре стало понятно, что наша прихожанка, бабушка Ольга, она не слышит и не может поставить себе слуховой аппарат, потому что для этого надо куда-то ехать. Тогда отец Дмитрий, настоятель храма в Молокове, подумал, что поездку в больницу бабушке Ольге могут оплатить прихожане. Договорились с местной компанией-перевозчиком, она согласилась снизить тарифы. Чтобы собрать денег сразу на несколько поездок, авторы проекта вместе с Молоковским Домом культуры организовали благотворительную ярмарку. Мы делали объявления, информировали, то есть и прихожане были информированы, мы через рукоделец клубных формирований информировали, что будет проходить такая акция. Поэтому народу было много, было устроено концерты и ярмарка с выпечкой, дети были, игровые программы для детей. То есть все очень прошло красиво, достойно. Красиво и финансово успешно. Акция называлась «Белый цветок». Она позволила собрать денег на десятки поездок. На каждую нужен отдельный билет, он выдается в один конец. Ехать можно в любую точку Ленинского района и Москвы. Билеты раздают тем, кто воспользоваться общественным транспортом физически не в состоянии. Часть людей у нас подопечные нашей социальной службы. У нас, по-моему, сейчас 13 человек. Это категория «Одинокие инвалиды». То есть либо одинокие инвалиды, или просто человек в возрасте уже одинокий, у кого нет помощников. Часть билетов на такси распространяют через Совет ветеранов. Всего, по оценкам отца Дмитрия, каждые полгода будут раздавать примерно сотню таких проездных. Священник надеется распространить районный опыт во всей области. В частности, для этого батюшка подал документы на конкурс «Наше Подмосковье». Его результаты станут известны к концу ноября. Алексей Пимнов, Евгений Петров, Анастасия Нурфонова, Видное ТВ.